друзья таки добрый день сегодня вам привет из солнечной одессы это место где никто никогда никого не обманывает ой вей какой же сегодня будет прекрасный сюжет про honda civic еще не хватало чтобы меня в чем-то обвинять уже есть руль перетянут какого-то черта дермантин получала она добра детарка на шпакла полу продемонстрирует вторая третья пятая продажа про налог я вас уточнял про ключ и точно я провожу пальцем это облетает краску пасмазка она приклеена на супер клей дальше больше я же слышал краем уха про подборщики чем проблема промазана герметиком тут вообще есть поклевки по этой стороне куда она получала она никогда не работает так это ваша работа правильно ну так что проблема кого меня какой сдать и в заявке мы имеем honda civic это автомобиль семнадцатого года машина нужна ну максимально целая насколько это возможно понятное дело что в этот раз мы ищем американца и так имеем заявки honda civic 2017 года двухлитровый автомат этот автомобиль оказался лучшим и списком автомобилей которые мы детально проанализировали еще до того как заказчик начинает тратить какие-либо деньги пробег этой машины всего лишь 35 тысяч километров из повреждений тут задний к слову тут интересно сделаю легкое отступление даже покажу на видео если забить вин код в google как это делают все google должен показать повреждения с которыми автомобиль был продан на аукционе в америке так вот google немного лаганул потому как на фото очень неплохой авто относительно затрат на ремонт и вроде бы все очень неплохо но если например посмотреть по не скажу где потому как если скажу где то скажете что это реклама повреждения на крайнем аукционе совсем не такие как показывает google дело в том что в америке у этого автомобиля было несколько аварий в америке по вин коду google показывает именно первое дтп не последние сервис который использовал показал и первое дтп и последние дтп и поверьте мне на слово ситуация уже более приближенная украинским реалиям как их покупают формуле геморрой выхлоп но даже при таком раскладе этот авто нам все равно интересен принимаем решение звонить продавцу договариваться на встречу звоним алло доброе утро звоним по хонди тивик серого цвета я слушаю вас ну посмотрите там по истории в штатах посмотрел у нее капот крыло фары вот это все менено или упаянное или кто не менее на меня никто не не знаю какой смысл не знаю разные ремонты видел ну понял нет нет все поменяли занимаясь подбором хочу завтра приехать посмотреть можете показать сам из киева а кому показать то вам да да вы хотите кому-то ее предложить или просто посмотреть мы компания один авто занимаемся подбором вы наберите завтра в чем проблема я понял заберите конечно проблема в том что мне планировать твоя поездку и выезжать с киева часов 455 вы будете ехать непосредственно для этой машины я вам не поверю как вам убедить вас нет нет не нужно меня убеждать просто ехать для того чтобы посмотреть одну машину воде вы будете ряд машин смотреть или кому-то смотрите непосредственно или просто приедете посмотреть машину и едете у нас оплачена услуга выбора honda civic от пятнадцатого года с определенным бюджетом по первая машина приоритетности осмотра это одесса потом кривой у вас пожалуйста приезжайте без проблем я хочу посмотреть конкретно эту машину человек я полагаю на полноте раз повторять не нужно чуть-чуть в сторону попросил пожалуйста будьте добры я с вами не друг и не товарищ а вдруг не станете что-то тогда и буду тогда и будем уже тогда надо выходить пожалуйста приезжайте мы 9 до 19 балковская 88 это фазе в одессе рядом с автовокзалом приезжайте машин на месте конечно ее можно будет по померить прибором проблем конечно без проблем наш фонда город одесса которая первая по приоритетности у вас но в нашем случае машина вся в круг полностью перекрашена видно без прибора очень много таких вот песчинок соринок под краской тут продертый уплотнитель крыло не в зазоре это дверь даже не доставая прибор видно что она окрашивалась получала она добрый вот тут крутила снималась крыло также дверь вот это крутилась там конечно же я обойду с прибором это все посмотрю за пеленая ручка тут есть царапина на консоли подлокотник этой сложной формы потом сядем проверим все ли там работает ремни безопасности на месте шторы смотрел также на месте тут есть примятость кузова видать все таки получала она очень знатно это видно здесь вот порог эта часть у нас стоит от красной машины посмотреть на фото это будет реально стоит от красной машины здесь щель такая порог считается уплотнитель то есть это тут пластмасска она приклеена на супер клей вот тут видно блестит снять его нельзя парни не дают этого сделать салон требует химчистки тут дырка присутствует потолок со следами эксплуатации такого характера идем дальше по этому крылу в этой арочке тут рифтовалась красилась прибора еще пока не доставал это я вам все обойду покажу что вы понимали команда состояние это арка шпакла тут отсутствует болтик один этот болтик стоит другой тормозные диски хорошем состоянии резина также стоит новая это крыло покрасано похабно очень похабно бампер торчит я бы поковырял но ребята стоят сзади не особо хочется при них это делать фонарик это трещина будет затекать вода он будет запотевать багажник стоит не в зазоре но тут тоже следы потертости есть видите какой зазорчик на фонаре то есть на крышке багажника а тут вот есть примятость она также вот эта панелька красилась тут фонарик у нас внешняя скорлупа его скажем так отлучилась открываю багажник он уходит в сторону он где-то затирается он не выставали поведен проем багажника вот тут есть такая интересная вещь я провожу пальцем это облетает краску чтобы понимали это тоже следы рифтовки и шпаклевки это полочка у нас она не защелкнута она не становится на место так как это задняя панель вся ушла под пластиками думаю если под разобрать там откроется печальная картина тут также разбирать не дают спросил это обшивка снималась видно пистона нету тут пистона нету тут это же если бы рифтовки треснутая шпаклевка также на крышке багажника отсутствуют пистоны что косвенно говорит о том что с ней что-то было а тут вот промазана герметиком не говорит с кем тут вот вообще шпаклевки тут вот есть такая вмятина непонятного происхождения крышка то задняя рифтовалась красилась эта полка вся она кривая это видно а тут вот тоже герметика нет бампер задней зацарапан он окрашен и опять зацарапан чувствует этот декоративный элемент снимем поскольку это возможно днище козов у нее самый важный перец элемент машины но он в очень печальном состоянии тут также пластмасска торчит слова ребята сказали вообще не торгуются сразу также есть царапина на бампере этот бампер сидит не на месте эту направляющую надо будет менять по фонарю вот этот стык стык также будет шпаклевка тоже стык стык зазоры выставляли еще бензобака стоит не в своем месте в зазоре вот эта панель будет вырихтована также один болтик такой один такой этот отсутствует дверь стоит не в зазоре химчистка и дырка здесь тут у нас кто-то когда-то испражнялся салонный пластик в том месте зацарапан ремни безопасности не снимали видны следы съема потолка это клипс они на месте тут это грязь также чем-то забрызгана по потолку будет смотреть дальше эта карта у нас также в резинке водительская дверь у нас стоит под дровой машины и стекло на ней стоит 19 года вменено эта часть тут шпаклевка и бирка не от нее тут все зачухано крыло понятное дело снималось руль хорошем состоянии кнопки все работает сиденье не просиженное тут есть такого плана царапины тпп мультимедиа тут зацарапан пластик этот рояльный лак подушка в руле у нее походу стоит оригинал надо будет потом посмотреть если дойдет до этого здесь небольшая грязь на ручке переключение подверного проема с этой стороны все нормально есть царапины тут наверно карте тут кто-то что-то грыз корожек это также снимался красно он также стоит от красной машины ядом цвет открыт ник не на месте отсутствуют на нем некоторые элементы антаут кто тут и тут и тут и тут и тут он хватает бистончиков при сборке их не поставили виски хорошем состоянии колодок percent of 70 под капотом. Менялись петли, менялся капот, менялась крыло, менялся этот подкрыльник, он также стоит мягкий. Фара у него не оригинал, в Китае. Есть вот этот декоративный элемент, должен быть резинка, он отсутствует. Капот, то есть этот мотор, понятное дело, помыт, чистенький. Радиаторы кондиционера в таком вот печальном состоянии. Его не меняли, а тут дальше больше будет видно. На фото я его зафотографировала. Его надо менять, замена. Также крыльчатка вентилятора, она тоже вся на спайках, отсутствует лопасть, отсутствует декоративный элемент, разъемы вентилятора на клею. Также что-то подложили, чтобы не терла патруба кондиционера, трубки уложены не по местам. Также фара не оригинал. Петли также кручены, болты другие. Теперь отсутствует накладочка, тут такая должна быть. Капот оригинала Хонда, бирка от нее. Типа, части все идут фудспарты, значит ее собирали. Из запасных чертей другой улицы машины. Тут также. Друзья, возможно наш Иван предвзят относится к автомобилю, хотя, как по мне, он просто показывает констатацию фактов того, что он видит. Но дабы я не был голословым, сейчас я еще эпизодически наброшу показания толщиномера. К чему это все, я расскажу немножко позже. 248, 250, 230, 200, 234, 150, 350, шпаклевка, 550, 580, 640. Дверь сидит в уплотнителе не на месте, она сюда просажена. Если так посмотреть, вот эта дверь утоплена внутрь, туда утоплена. 162. Очень плохое качество покраски, ужасное. Просто валиком. 205, 800, 2000, 1900, полторы. Тут не пробивается, не пробивается. Эта часть шпаклеванная. Порог будет также под пластиком шпаклеванным, потому что он не на месте. 180, 253. Полка, по-моему, говорил, она не на месте. Шпаклевка, 2, 2. Это шпаклевка. Все, и шпаклеванная. Машина, грубо говоря, по пьемаше. 290, 500, 300, 300, 1000, пи***ц. 182. И раз 15 он тонул, погибал среди, акулах. Проем окрашен. И тут проем окрашен. Тут тоже окрашен. Катерлока покрашена без грунта. 70, 70. Бампер не в зазоре. Тут также все не в зазоре. Полнее оригинал. Получается, у машины не крашена только крыша. Видите, он так делает. Тын-тын, тын-тын. Тут также не в зазорах. Тут отсутствует декоративный элемент. Тут наплыв крыла. То есть капота на крыло. Тут также. Друзья, я не буду показывать всех деталей осмотра, но я уже начну с того момента, когда перекупы поняли, что легко впарить этот автомобиль не получится, и уже дальше пошла конфликтная ситуация. Я вас спросил про ключ. Вы говорите, что вы не знаете, будете уточнять. Я спросил про вторую продажу. Вы сказали, вы хозяин. Включите магнитолу продемонстрируйте. Причем тут вторая, третья, пятая продажа. Еще раз вам говорю. Про налог я у вас уточнял. Про ключ уточнял. Нет, мы эту историю решим. Что-что? С налогами все будет нормально. Включите магнитолу. Кто владелец? Кто продемонстрировать может? Кто продемонстрировать? Как работает магнитола? Что, она не работает? Ну, не работает. Может, она села и сбился там код? Там на экране по-английски надпись. Я хочу, чтобы включить радиостанцию, посмотреть, как она работает. Продемонстрируйте. Вы же продаете автомобиль. Вот такая надпись. Я тут услышал краем уха. Я же услышал краем уха про подборщики. В чем проблема? В чем я хам? Пожалуйста, держите себя в руках. Я прошу вас. В чем я хам? Объясните, в чем я хам? Я еще раз повторяю. Держите себя в руках и занимайтесь своей работой. Я буду заниматься своей. Хорошо? Хорошо. Вы мне вчера, по-моему, это вы по телефону разговаривали на финале, да? Да, я начинал, а я буду заканчивать. Так в чем я вас обвиняют? Еще не хватало, чтобы вы меня в чем-то обвиняли. Обвинять уже есть в чем. Вы говорили пара оригинал, а не Китай. Они владели, сказал оригинал. Кто из нас обманывает? Кто из нас обманывает? Молодой человек, мы русские, не обманываем друг друга? Да. Вы мне хотите сказать, что я вас... Я приехал с Гиева, посмотрите, это там, потому что... Так это ваша работа. Правильно. Ну так в чем проблема? Так для чего вы обманывали? Кого? Меня. С какой стати? С какой стати? Сказали, что все восстановлено. Все восстановлено. Что не восстановлено? Оригиналом вы сказали. Нет, я оригинал не говорил. Да мне похуй на вашу фирму. Хорошо. Машина у нас не устраивает. Понял. Да. Лихо мы застряли в пробке. Надо просто глушиться. Перед тем, как ехать в Одессу, мы обозначили людям, кто мы, что мы, что мы будем делать. Мы сказали о том, что надо заснять видео. Мы сказали о том, что нужно рассказать про автомобиль человеку, для которого мы его выбираем. Окей, друзья, приезжайте. Но очень часто бывает такое, и ни для кого это не секрет, что приезжаешь, вот тебе откат, скажи, что машина хорошая. Окей, под козырек принял, машина хорошая. Когда пошла ситуация, и парни поняли, что Иван до конца говорит правду про этот автомобиль, сразу началось рассказывать, что приезжали эти автоподборщики, вечно обосрут машину, не дадут продавать ее. Друзья, мы рассказываем правду про автомобиль, нам скрывать нефиг. Друзья, если вы предполагаете, что это конец истории поездки в Солнечную Одессу, то спешу вам сообщить, что это немножко не так. У истории есть продолжение, правда, уже не с этим автомобилем, а с другим. Одесса трешничок у нас продолжается. Приехали смотреть машину, да, езжайте там, стоит на станции. Приехали, а тут видим вот такой вот супер вариант. На нем докрашивают, доделывают еще после года эксплуатации бандюра. Казалось бы, что здесь такого? Ремонтируют только что привезенного американца, перед продажей готовят, марафетят. Все вроде бы нормально. Но спешу вам сообщить одну маленькую деталь. Эта машина уже полтора года в Украине, и это ее повторный ремонт после очередного ДТП. И в объявлении эта машина стоит целенькая, ровненькая, от первого хозяина в Украине. Ну, тут вот мы видим следы ремонта. Тут вот тоже джавчина лезет. Ай, марафетят, пара с этой ремонтники. Тут вот будет шпак, легкая. К слову, ручка, видите. Тут отсутствует бесключевой доступ. Дверь, закрывая, она на завесе цепляет. Тут есть коцки, заклеена. Крыло отсутствует. Крепеж. Руль перетянут какого-то черта в дермантин. Это тоже подлокотники. Тут также на торсах дверей множество сколов. Самое интересное открывается вот здесь. Тут у нас этот стакан все в порядке. Этот стакан, о чем я говорил, имеет сварочные швы. Вот такого вот плана. Сюда она у нас получала. Получала добрый. Тут пластик. Фартук тоже лопнувший от этого месте. Там петля рифтованная. Капот без золкоизоляции. И оригинал. Крыло менее наград. Систая заклепка. Машина разобрана. Можно ее увидеть изнутри. То есть, не говоря, было. То есть, чего-то тоже не хватает. Гасмассовых затычек не хватает. Дойдем сейчас до приличия. Прибором. Но влуплена она была, как я и говорил, очень даже хорошо. Вот мы с лисидином. Хорошо, а плохо. Крыло у нас крашено. 213, 220, 160, 264, 161, 162, 160, 190, 153. Крашена даже крыша машины. 200, 163, 152, 211, 204, 197, 4, 194, 555. Кто больше? 468. Бампер, понятное дело, отсутствует. Будет график. 354, 252. Под краской тут видны просаженная краска. Лак. Пыль. 229, 213, 211. Глубокая обмятина. 162, 203, 220, 246. Подтек лака. 505, 510, 379. Это все шпакло. 780, 1100, 482, 754, 353. Короче, полный адрес, капут или по-японски. Кто-то и сделал 386 своего. Хара Кири. Тут разобраны элементы. Эта деталь уже видно, украсилась ранее. Тут также следы шпаклевки. Тут тоже следы рифтовки и шпаклевки. Отсутствует болтик. И тут один. Зачем они нужны, правильно? Тоска, печаль. Очередной раз. А, у него же еще стреляли по ходу подушки. Да, видно потолок перетягивался. А ну-ка посмотрим. Сюда видно потолок перетягивался. Штора. Походу, с разборки она есть. Но она не ее. Вот так же видим следы ремонта. По этой стороне, куда она получала. Раз. А тут шторы. Завернутые. Ее тут, как таковой, нету. Она никогда не сработает. Подушка в руле восстановлена. Тут есть разорванные глаза. Видят, не знаю, передаст, не передаст. Вот так вот. Это место разрыва. Ее восстанавливали. Короче, идем мимо. Одесса, мама. Очень попрошу не писать в комментариях, что не нужно ездить в Одессу. Друзья, в Одессе есть много хороших автомобилей. Мы в Одессе были не один раз, и я знаю, о чем я говорю. Но вы почему-то смотрите только трешняк. Хорошие автомобили вы не смотрите. Или смотрите. Напишите об этом в комментариях. Если интересно, я соберу несколько десятков видео про отличнейшие автомобили. А сейчас большое вам спасибо, что досмотрели это видео до конца. Не забываем подписываться на канал. Не забываем про 100 тысяч. Ну, а с вами был Николай Тарануха. Киев. Компания Динафта. Всем удачи на дорогах. Всем пока-пока. Пришло время рассказать немного больше про акцию, которую мы хотим устроить на 100 тысяч подписчиков. Вот когда у нас будет 100 тысяч, а это не за горами. Это месяц, два, может быть. Вот в этих пределах. Но в любом случае я понимаю, что это будет до нового года. И когда будет 100 тысяч, мы разыграем 10 подарочных сертификатов по выбору автомобиля. Детали будут уже ближе к самому розыгрышу. Сейчас хочу сказать, что условия акции обязательно нужно быть подписанным на наш канал YouTube и нужно быть подписанным на Instagram.